Добрый-добрый-добрый день всем! У микрофона Друг, это история игрокам ТВ И продолжаем трансляцию матча между командами Вичи Гейминг и командой Сикрет Первая игра для команды Сикрет просто, я не знаю, как ледяным дождем, наверное, окатила Сикретов Вроде как они по составчику супер серьезные, сильные, крепкие Супер мульти вообще Комбинации у них там вырисовывались, а по факту оказался пшик абсолютный Вичи Гейминг просто раздавили команду Сикрет Ну и показали, что не зря их считают топ-коллективом в мире на данный момент Висп, Инвокер, Лина и Тайт Хантер для команды Вичи Гейминг Со стороны Тим Сикрет, Чен, Бристлбек, Дарк Сир и Вич Доктор Так, додавили меня Где же это, где же это Ой, как сложно, как сложно Ладно, потом Потом в процессе игры, хорошо Ну что, Сикреты, взяли себе Вич Доктора, взяли Дарк Сира, взяли Бристлбека и Чена Будет ли у нас в бане Будет ли у нас в бане Энигма, сейчас узнаем Но, по-моему, по всей комбинации Энигма тут просто мастхэв Если не Энигма, то хотя бы То хотя бы Магнус, например Хотя Дарк Сир может пойти в сложную, это все понятно Дарк Сир и на мидлейн может и пойти от команды Сикрет, это вообще не критично Кто-то нужен, кто будет всех собирать в кучу Под Вич Доктора, под Дарк Сира Да, всех будет собирать в кучу Дарк Сир, но куда-то они должны собираться Куда-то они должны все у нас влетать, чтобы Вич Доктор раскастовал на фулл свой Дезвард Поэтому, конечно, Энигма, да, безусловно Войд тоже на ура мог бы зайти сюда Магнус мог бы зайти 100% Дарк Сира в сложную Магнус на мид, Бристл Бэк Бристл Бэк Фармить легкую Свит Доктором Чен Лес Ну и Магнус на мидлейн Что думать, в принципе-то Казалось бы Ну, 20 секунд есть, чего у команды Сикрет Что там Пупей пикнет, сейчас узнаем Вичи Гейминг по лайнам Тайт Хантер Вайпер Это что, шутка? Ну да, значит, не шутка Вайпер будет у нас играть за команду Сикрет Ладно, это их личное дело Вичи Гейминг Собирают себе Веспа, Инвокера, Лину и Тайт Хантера Тайт Хантер в сложную для Айс Айс Айса Инвокер на мидлейн Лина вместе с Веспом, я думаю, саппортить будет Сикреты забанили Мейн Керри И не случайно для Хау я персонажей пока что не вижу Хау у нас не играет На линии, это Вообще, не его порядка героя Если бить, так бить уже Ну и команде Вичи Гейминг Фейслес Войт, мне кажется, тоже зашел бы на ура Ну тут Тинни, Тинни плюс Весп Тоже, в принципе, нечего думать Если Тинни не забанили, почему его под Веспа в принципе бы и не брать Ну глянем, говорят Вис плюс Тинни не контрится Ну это так, это говорят те, кто никогда не контрил Веспа плюс Тинни На самом деле, контрится еще и как Да, сложная комбинация, если немножко их отпустил То потом Тинни развалит весь коллектив твой А если не отпустил, если смог надавить со старта на Тинни плюс Веспа То Тинни у нас ничем не отличается от какого-то обычного нюкера Главное оставить его без фарма Это непросто, но это возможно Любого героя можно законтрить На то она и дота, на то она и всем нравится По пику команды Вичи Гейминг и по героям F.Y. забирает себе Веспа Инвокер будет для Супера Лина у нас для Фенрира Ice 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 берет себе Тайтхантера И Хао забирает себе Тинни Ну и от команды Вичи Гейминг Артизи будет играть на Вайпере Супер-пупер фармящий Артизи Который в прошлой игре просто жесть, как бесполезен был Зай будет играть на Дарксире в сложной Куроку Куроки будет играть у нас на Вичдокторе С4 на Бристлбеке И Пупей на Чене С4 скорее всего отправится в легкую фармить Артизи пойдет на медлайн вайпером Против сейчас узнаем кого Возможно хотят попасть вайпером на комбинацию Вис плюс Тинни игроки команды Сикрет все-таки вещь полезная Вайпер Герой живучий Герой, которого не так-то просто слить Не на ранних лвелах, не уж после шестого Тут коррозивский знатная вещичка 25 мдф Понимаете, прекрасно, что разваливаться Артизи не должен ни в коем случае Плюс будет мека у вайпера Ну, глянем Пик команды Сикрет Мне больше нравится только благодаря Дарксиру и Вичдоктору Все это вроде бы смотрится прям на ура Отвич и гейминг тоже есть яркие персонажи Тут тебе инвокер от Супера Который в прошлой игре все делал Складно, все делал вовремя Плюс Фисп с Тинни Ну, ВГ вроде и хорошо смотрятся Но я как-то на Сикретов больше бы обращал здесь внимание Все-таки Дарксир уже давным-давно забытая история Сейчас только кое-как возвращается в мету Ну, наконец-то у нас Интернешнл близится С Солом Интернешнл может, я не знаю, только Нави выигрывать Если это первый Интернешнл Все остальные Интернешнл это Тим Плей Это командные замесы Это абсолютно Абсолютная полезность Максимальная полезность Каждого героя в каждом рядовом моменте Вот, ну и здесь так вот по составчику Сикреты Меня радует появлением Дарксир Вещь более-менее приятная СФО отправили на мидлейн Бристлбеком Все-таки будет так Артизи на Вайпере будет фармить легкую линию И Айс Айс Айсу тут жизни давать В принципе не должны Спасибо большое Насчет анонсеров в верхнем левом углу Да, немножко, конечно, это уже напрягает Ладно, столько просить Все, пожалуйста Теперь у нас обычный анонсер Теперь у нас самая скучная дота Ну что, подбросили у нас СФО Пытаются настрелять ему по спине У него, кстати, Бристлбек вкачан Если что, поэтому Не так-то просто здесь Развалить Бристлбека в спину Тем более Развалить Эфайу на Виспе У которого 48 дэмэджа Ну, вообще не вариант Совершенно Поэтому СФО может здесь, в принципе Смело поковыряться Ну что, Зая ловит Колд снэп ловит Зай Расстреливает его Лина Расстреливает его Супер Зай у нас с Айон Шеллом Сейчас еще и может и подраться У Зая, кстати Вообще его почти не пробивают Уже сколько? Полтора часа уже у нас бьют Зая Зай еще против Супера решил пофайтиться Ловит Лайт Страйкера И, скорее всего, Зай на ФБ сливается, я думаю Так и есть Непонятно, чего добивался Зай Если этого, то зачем это надо было его команде Линвокер забирает ФБ для Супера Капают денежки у Супера Третий левел уже у Финрира Сейчас будет второй Дарксир с третьим И Бристлбэк на мидлейне Почти четвертый левел У Тини второй с копейками Почти третий У ФАя третьего еще нет До конца, наверное, этой пачки нет Даже подольше ФБ для команды Сик Для команды Вичи Гейминг Начало такой же, как в прошлой катке Сикреты могут, в принципе, тут и Вторую игру слить Не проблема совершенно Все-таки не против кого-то там Против Вичи Гейминг Ну, есть Вис плюс Тини Поэтому Боюсь на самом деле Даже Как-то Предугадывать, что может С этой игрой в итоге произойти Куда она заведет Мне нравится Пик команды Сикрет Ну, опять же Боюсь, что Поагрессивнее надо вести себя Если ты хочешь против Виспостини Биться С4 Четвертый с половиной левел Хау у нас Иногда без опеки Фуайя Остается Это на руку С4, разумеется, через Квиллсп Пройти не тут Не самый живучий герой Так Инвокер Еще раз Забирает Заят 2-0 Для команды Вичи Гейминг 409 голды 258 экспириенса Ай ВГ просто издеваются Над секретами По голде ВГ выигрывают 200 По экспириенсу 400 Для команды Сикрет Они в плюсе С4 На хайграунде Ждет спиритов Поймал спиритов Можно, в принципе, наплевать Здесь еще По фуайу С4 Уходит в кусты В принципе, бить его С рейнджа Смысла никакого Это просто провоцировать Бристлбека На проконе Шипов А виспу И так многовато Тут 2-3 спрея на виспе И висп уже в панике Фай пошел у нас Через спиритов Стакать Крипов Да, даже и без спиритов Все и так нормально получается Неужели прокнет И там, и там Неужели? Да, конечно, прокнет Нет, в одной стороне Здесь не получилось Но, в любом случае Для тени, вы понимаете Это просто корм И поголдеть И не поднимется Очень даже серьезно Сейчас Хаун На третьем месте Но тут разница В 100 голды Это 2 крипа Поэтому Без вариантов В принципе Все это отыгрывается Так, давайте по вещам Тапка нет Но деньги на него есть У Вайпера есть тапок Есть Рингов Базилус Есть, в принципе, деньги На Рейс Бэн Поэтому Артизи может Уже Аквилу себе Приобрести Ну и По мелочи Тут всякие банки Вспомогательные Обезболивающие Все, короче, что необходимо Стандартному Вайперу Айс, айс, айс Ловит у нас Меледик Ловит у нас сказки Пытается улететь Айс, айс, айс Делает тэп-аут И у него это хорошо В общем-то получилось Тайт Хантер с одним тапком С танго Больше ничего У Лины тапок танго У Тини Есть Брасер В принципе, Ропа в Зе Мэджи Уже можно было бы Тини приобрести И Дальше выходить в Барабаны Есть Мэджик Уон Также есть танго Есть Бутс Уф Спит Всего, в принципе, нормально У Супера, в свою очередь Есть Фейс Бутсы Сейдж Маск Супер по-прежнему Супер Ну и У Вис Пап Кроме Батла Мэджик Сек еще есть Это даже не интересно Мультиспаунов Миллион здесь сделал Хао Так, а что Что с этим Виспом Висп у нас На непрекращающемся Тизере Постоянно Виспу повезло Еще на руну регенерации Поэтому Хао Можно Хилить не хочу Ф.Вай Врывается у нас На топ лейн Помогает Своему тиммейту Фенрир ловит у нас Все вообще Пузина Так вот Вайпер Который можно было Еще и Развалили Тайтхантер Это все через Вайперстрайк Делалось 1-2 Счет Так, меня это Немножко накаляет Эта связь Да, вроде бы Должна исчезнуть Перемотали Ну-ка Ф.Вай Да, исчезла эта связь Тайтхантер Тайтхантер Нормально Забирает Хао Где ты это делаешь Вот здесь Это делает Вайпер Фенрир Забирает В свою очередь Вайпера Разменялись Любезностями Игроки Обеих команд По-прежнему Сикреты в плюсе Да, секреты в плюсе В кроку улетает На собственный Фонтан Скорее всего Даже может из леса Не похоже Чтоб он где-то Файтился На линии Все фуловые Бристлбэк Зашел во вражеский лес Понимает Что что-то здесь Неладно А Бристу Тут надо быть Бристу Очень нужно Здесь быть Брист должен Все это забирать Если не Брист То кто вообще В инвизе у нас Брист Айоншелл Надо вешать Заю На своего тиммейта Где ты Зай Приходи фармить Приходи фармить Тут на стак Или миллион Вообще всего С4 должен это забирать Вижен ставится От команды Вичи Гейминг Увидели у нас С4 Будут сразу же Выловить Эваленш Тосс Задувка от Фенрира Приходите еще 5-5 становится счет На ровном месте 1000 экспириенса 700 галды Для команды Вичи Гейминг Хао всю эту комбинацию В принципе разваливает Еще один Эваленш Еще один Тосс Через Спириты Здесь неплохо Помогает С вами тиммейта Фуай Ну и что И Хао все Выфармливает У Хао все Получается Хао уже у нас С ПТ У Хао есть Брасер Есть для него Мэджик Вонт И 1000 галды Ну и здесь Еще больше Не больше Но дополнительный Фарм Также лежит Сконцентрирован И Висп здесь Немножко подфармливает С другой стороны Если Висп не помогал Хао То ничего Хорошего из Хао Не получилось Так что можно Отблагодарить Таким образом Фуайя Хоть он тут Поднимется Есть уже На тапок И немножко Остается до появления Урнов Шадоуз Для Айфая У Артизи Уже есть Баклер Что Чей это рецепт На Баклер Пупея У Артизи Есть Баклер И у Пупея Тоже будет Баклер Зачем Вайперу Баклер У меня вопросы Кримзон Гвард Или что Или две Мекки Может быть А может Баклер Сам по себе Пока что Артизи Не приобретает Ну две Мекки Так две Мекки Две Мекки Всегда лучше чем Одна Мека Вещь то все равно Полезная Да Не стакается Конечно А у Раутмекки Но ХП есть ХП Может быть Так комфортнее Вайперу стоять В принципе Дев дополнительный дает Что еще необходимо Вайперу Плюс 5 брони Плюс 2 ко всем атрибутам И ХП Шка тут Вайперу И скорость атаки И демедж Всего предостаточно Пуш стоит С4 На Мид Лейне Загоняет Хао За собственный Т1 Тауэр Т3 точнее Т1 да Т1 Т1 С4 Напрыскивает Здесь По Тине Через Квилл Спрей Конечно Тине Будет проседать Это понятно Но Недалеко Находится у нас Висп Поэтому Сильно Своему тиммейту Тут Гореть На лайне Не дает Висп Ну Такова его работа Все правильно делает 11 минут 15 секунд Сыграно 3000 золота Сикрет По экспириенсу 2 с половиной Впереди Тоже команда Сикрет Давят Очень даже неплохо Под смоком Хао Выходит на целый Тут Караван Вообще Зверюшек От Команды Сикрет Все потратил Хао Айсэсайс Провязал ульту Висп Забирает у нас Тини Все это на базе Ну теперь будут ждать У нас Либо Виспа Либо Тини А чем засловить Чем за стопить Что делать Улетает же Висп Ловить ему нечем Или есть Да Фай улетает И увозит каски Вместе с собой Хао ловит у нас каски Артизи пошел Наваливать По Хао Ну Хао здесь Еще и под Стеной от Дарксира Простоял Короче говоря Минус 1 делает Команда Сикрет 511 золота 824 экспириенс Драка продолжается Командович и гейминг На собственном Хайграунде Тут не самая Приятная ситуация Для них В это время Сикреты Формят Т2 Есть Сатир Который будет Танковать Есть здесь Медведем Крушитель Который тоже Готов танковать Ну и демеджа Предостаточно Вносит Команда Секрет Поднимает Поднимает у нас Торнадо Всех зверей Медведь Приземляется Разбивается Сатир Та же история И Бристлбэк Забирает Тавер По Нижнему лайну Это Т2 Был Еще 3 Тавера Внешних Для команды Вич и гейминг Имеются Поэтому необходимо Перемещаться туда И Айс 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 Может очень неплохо Подстрять От команды Сикреты Айс 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 А видит у нас Зайд До сих пор У него нет вакуума Ну 6-й левел Не так-то просто Айс 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 А будут ловить Рэвэджа у него нет И не будет еще очень долго Заплюют в любом случае Ну и ФА Тоже можно было бы здесь Загнобить Не решились Хотя Бристлбэка Забрала в это время Команда Вич и Гейминг Хау видит к уроку Тоснул его К уроку В принципе ХП имеет предостаточное Хау стопят Или по крайней мере Пытаются Финрира точно убивает 8-6 золота Оу 8-6 по фрагам Файт просто бесконечный у нас был. Артизи вражеских хеншентов забирает. Все, что непосильным трудом стакал у нас висп. Все забирает себе Артизи. Артизи без маны остается. Не страшно. Зай уже здесь. Ну и где Зай? Хочется посмотреть, в принципе, Wall of Replica вместе с вакуумом. Все это под касками было бы прям расчудесно. Вообще странно, что команда Secret не взяла кого-то, кто удерживал бы всех в стяжке, в вакууме. Например, того же Магнуса или Энигму. Но пришлось бы, конечно, жертвовать Вайпером. Тут палка о двух концах, поэтому думаю, что решение команды Secret в любом случае на фоне моего правильное. ЕМП под ноги. Зай маны, в принципе, не теряет. Артизи тоже не потерял маны. Артизи пошел наплевать по Айс-Айс-Айсу. Рэвидж у Тайтхантера есть. Таура здесь, правда, нет. Ловит у нас Артизи через Лайт Страйк Кэрэй. Ну, у него Карузер скин тут четвертого левела. МДФ от дофигища. Артизи вообще не проседает по ХП. Просто не проседает. Бристлбэк у нас убивает Лину. Лина отвалилась. Вол оф реплика, чтобы дальше кого-то гнать. Непонятно, на кой пес эта реплика нужна была. Забрали Супера. Забрали Лину. Минус два дает ну, где-то тысячу голды. Наверное, Фай у нас. Дезвар тоже впитывает. Ну и Хау откидывается по Кентавру. Но здесь же Кентавра. А у Кентавра в кулдауне здесь стомп. Вар стомп в кулдауне, поэтому уходит по сути у нас. Кто там? Тинни, да, ушел. Тинни. Так. По золоту секреты 9 тысяч. По экспириенсу секреты 6 тысяч. Они могут перемещаться смело на Рошана. Берем зверюшек. Идем на Рошана. Куроки должен всех хилить. Вуду Ресторейшн второго левела Меледикт первого и Каски четвертого. Эсфа должен быть танковать. Эрика будет, чего не должен говорить эсфой. Уходит у нас на медлайн. Или куда-то в лес в собственный. Красавчик. Появляется медальон в Кураж для Пупея. Это все уже после Мекки. Кстати, по Нетворцу вы видите. Чен на четвертом месте. Пупей тут из-за черты бедности голову показал. Может позволить себе теперь нормальные артефакты покупать не так, как в той игре. В той игре с одним тапком Пупей отбегал и вся эта игра была жуткая для команды Сикрет. Золото Сикреты. Ого! Золото Сикреты. Десять с половиной. По экспириенсу Сикреты. Семь пятьсот. И команда Вичи Гейминг, если бы графики видела, то разрез глаз был бы европеоидным. Тут явно что-то не так с ВГ. И Сикреты просто-напросто в хламину вообще. Переперефармливают своих оппонентов. Сфо пошел наплевывать здесь по Хао и по Суперу. Под бум вообще мейн-героем команды Вичи Гейминг. Отошел Сфо, но потерял МП. Ничего страшного. Обходит у нас Артизи своих оппонентов. Артизи готовится выйти в Аганим, кстати. Есть у него Пойнт Бустер. Еще две тричины осталось Артизи до приобретения Аганима. Куроки в это время уже приобретает себе урну в Шадоус. Есть для него Пауэр Трэдс. И в принципе все. Все остальное мелочи. Бристалл Бэк у нас. Бэкэбэй 10 секунд. МСФО пошел с начала спасения собственной жизни, а потом пойдет в дэмэдж у Дарксира. Форс Став уже есть. Есть Суллинг, есть Аркан Бутси. Мэджик Вон, Дарксир классно здесь вообще отрывается. Чем, кстати, мог бы Гвардиан Грифс собрать? Для Бриста прям подарок из судьбы. Для Вайпера та же история. Гвардиан Грифс для Вайпера с 15 дефа. Когда у тебя 1,5 хп остается плюс 15 хп регена в секунду. Так, Артизи без маны практически. Ну, наплевок, если что, есть. Польза на так не критична. Выхиливают Артизи по мане. Выхиливают. И команда Сикрит просто тут своим авторитетом забрала Рошана. Даже не успели подойти. Ринго Факвилу выкладывает Артизи. Что такое? Как много денег? Как много денег? Она же стоит 4 миллиона. Вот там дико-крыл-потрошитель стоит, охраняет сундук. Да возьми ты его отнеси в здоровый лоб. Ловят у нас ФВА и Зай. ФВА пытается улететь. Поднимают Чена под ЕМП и Зай и Пупей и Дезвард от Курокви. Супер! Скорее всего в Таверну. Повесили на него Урн оф Шадоу. Супер скорее всего умирает. Так и есть. Убивают Виспа, убивают Супера. Получают за Супера 218 голды. А должны были еще и Виспа показать. Не показали. Висп уже даже у нас в фай-трекапах не отражается. Это просто как, я не знаю, как наступить на насекомое. Вроде и убийство, а вроде не в счет. 13-6 счет, 11 тысяч Сикрет и 8 тысяч Экспириенса тоже для Сикрет и 18-ая минута 45-ая секунда поднимаются на хай-граунд игроки команды Сикрет. С4 под Айншелом. У С4 есть БКБ. У него, если что, маны достаточно на квиллспрей и прочее, прочее, прочее. Хилят его, тоже хилят. Куроку здесь фудоресторэйшн третьего левела. Ну и все, С4 фуловый. С4 фуловый. Урну Шадоус на него повесили. Айншел дали, заходите. Ну что, С4 у нас вроде потанковал неплохо так, но командович гейминг не пыталась драться, а С4 не додавил. В итоге Тауэр у нас более чем наполовину битый. Это тоже не самая критичная ситуация. В принципе подбить Тауэр каждый может. Командович и гейминг есть. Если что, чем дефать? Правда, пока что не дефают, потому что ну потому что очень колючий здесь Бристалбэк по сути, по своей, плюс Айншел. Все это неприятно, все это валит командович и гейминг, сливает им половину хп, ну и что. Ну и неприятно, неприятно в любом случае. Ну что, пошел у нас заход от команды Секрет на хайграунд. С4 опять без маны, Артизи не попался у нас на ЕМП. Не критично. Ну и С4 сразу же вливают ману через Аркан Буцы, через Боттл немножко отпился. 280 монопоинтов для Бристалбэка, да это более чем до хрена вообще для Бриста. 370. Теперь хили от всех, линия пушится, Айншел плюс Сквилл Спрей, все это линию просто уничтожает. Артизи пошел наплевывать по Хао. Хао с пассивкой первого левела, Артизи плевать. С4 допинает здесь Тауэр. Артизи очень сильно бьет у нас на лоу ХП Тауэр. Артизи, кстати, с Аэгисом и хочет его разменять. Вроде бы, а вроде бы и не обязательно. Вроде бы и не обязательно, его хилят неплохо через Вуду Ресторейшн. У Куроки закончились заряды в Урнов Шадоулс, у Пупея Урнов Шадоулс нет, но есть мека для Пупея. Ну и чуть-чуть где-то выхиливает Курок. Да, и правда забавно, Вайпер еще что-то говорит, просто прилетает крип на голову Вайперу, да выпендривался. Артизи, наверное, он этого и добивался, так что ничего страшного для команды Сикрит не случилось. По голде они выигрывают 12, по экспириенсу они выигрывают 8 тысяч. Ай, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, СФО у нас заходит на хайграунд. 22-ая минута, пошли к Т4, ЕМП опять по Артизи. Финриру наплевали здесь просто в спину Вайпер и ничего, Финриру вроде как живет. СФО под Сайленсом. Супер уже с Оркедом. У него 900 голды, но здесь просто осада какая-то Ленинграда. Стараются игроки команды Сикрит всячески забрать табора и у них это более-менее получается. А ВГ не могут подойти близко. У Тайтхантера есть Реведж, у него есть Даггер. Ворваться бы было бы неплохо, но Хао. Хотя Хао с Аганимом. Чего не врываться, спрашивается. Так, так можно линию за линией потерять. Сейчас денег команде Сикрит капнуло миллион просто. С этими деньгами можно докупить необходимые артефакты, пойти на топ, пойти вниз, куда угодно. Путевку в Анапу купить каждому игроку и съездить отдохнуть после такого тяжелейшего пуша мидлейна. Просто никакого противодействия от команды ВЧ Гейминг. Сикриты как себе домой. Зашли, кусок отковырнули, кусок отковырнули, спустились вниз. Максимум, что это сбили Аеги с Артистой. Ну что, пошел Ревесу, от Айсайсайса. Ульта сразу жжет Пупи и Эбрис Лбока забрали, собирает всех у нас Зай, Уоллов Реплика. И здесь эти чокнутые теники, все эти дубли теников развалили троих игроков команды ВЧ Гейминг. Пупи зарабатывает Келлинг Сприз Трик. Двоих, по-моему, или одного здесь Зай убил в файте. Наверное, одного Уоллов Реплика плюс четвертого левела Вакуум, плюс Айншел. Все это очень классно смотрелось от команды Сек. Минус 3 сделали, можно идти на топ лейн. Супер готов Торнадо ЕМП провязать. У него это получается неплохо. Бедный Кентавр без ЕМП, без маны Кентавр. Какая досада. Ну что, Супера поймали, Вард поставили, Супера развалили. Доминейтинг от Пупи минус минус Супер. Тинни через 4 секунды за это время Тауэр может развалиться. Стоит Артизия, Тауэр сейчас будет немножко побыстрее. Тауэр у нас переходит половину хеллспоинтов. Жду следующую пачку, заходят. Артизия по Дайншелам. Все здесь по Дайншелам, кто будет заходить на хэкграунд. Зай отыгрывает просто великолепно. Просто чудесно вообще. 17 тысяч секреты, 11 тысяч тоже для команды секреты по экспириенсу. Они заходят по топ лейну. Ну и чем дефать команде Вичи Геймера? Толком непонятно. Ну Тайтхантер может залететь дать реведж. Мы видели. Это не критично. Ловит вайпера, вайпер не чувствует это. Юл для Лины. ФВА тут с хедреской. Все это бесполезняк и бесперспективняк абсолютный. Тини у нас с Аганимом. На этом все закончилось. Барабаны плюс Аганим. И вторая линия падает. Упала вторая линия. Нет мида, нет нижнего лайна. Команда Вичи Гейминг сейчас потеряет еще и нижний лайн. С секретом просто надо перемещаться. Сначала сюда, а потом отсюда вот сюда. Это я рисую на карте. Такой вот пайп оф инсайт. С дымком, конечно. Крок уже завардил Рошпит. Через секунду появится Рошан. Ну, через секунду, через секунду, через 30. И секреты будут, в принципе, готовы за него сражаться. А вот Вичи Гейминг вряд ли. 20 тысяч золота секреты экспириенс. 9 тысяч тоже для Team Secret. Ну, спускается команда Вичи Гейминг. Решили здесь пободаться все-таки за Рошана. Ну, наверное, это не лишено смысла. У Вичи Гейминг горит здесь все, что только может гореть. Может быть, в узком просходе все это получится. Есть все-таки Light Strike Эра, есть Dragon Slave, а у Ед демеджа для команды Вичи Гейминг предостаточно. Плюс есть Тайт Хантер, все это есть с другой стороны. Стоять здесь под Вол оф Реплика, стоять здесь под Дезвардом и касками от Вич Доктора. Кроку просто не надо спускаться вообще. Кроку должен стоять вот, например, здесь на реке, ставить Дезвард вот сюда на хайграунд и после касок здесь просто все сгниют у нас в Рошпите. Если еще и наверх забросить, ой, как было бы красиво. Сюда наверх стянуть бы всех игроков команды Вичи Гейминг, ну это, конечно, нет, сынок, это фантастика. Стянуть бы всех сюда наверх, сюда поставить стену, сюда каски, туда же кивиллспреи, ну, так в Доте бывает, но очень даже редко. Ну и слабо представляю себя командовичи Гейминг, которая пошла под хайграундом постоять, чтобы их стянули в какую-то точку всех вместе и развалили без киллов абсолютно, без, точнее, мувов каких-то, одной волов репликой. У Тини помимо смерти появляется еще и хипперстоун. Есть хипперстоун, есть аганим. До Керасы достаточно много времени. А у Пупея уже есть аганим, у него уже древние големы. Это что, и вовсе нет? Нет, это не его. Это было бы слишком серьезно. Два древних гранитных голема и хп теперь у всех бей не хочу. Пошел у нас вакуум от Зая. Убирают в итоге Тайтхантера из списка живых. ГГ пишет командовичи Гейминг, супер, моментально левает. Секреты оказались сильнее. Ну что, ребята, поздравляю команду Секрет. Кто выиграл третью игру? Если вы знаете, напишите всем в чате, пусть знает. Нет, отстримим в другой раз. Так, дело в том, что начался второй, не второй, а просто началась прямая трансляция Beyond the Summit, и я вам хочу сказать, дотошные организаторы сейчас к нам обратятся. Не обратились еще, но обратятся касательно того, что выключите к чертовой бабушке ваш стрим, вы нам всю трансляцию портите. Так вот, не будем им портить, все-таки люди старались организовывать турниры. На сегодняшний день мы с вами прощаемся, услышимся с вами, а услышимся с вами, вы узнаете, когда по плану вообще услышимся, ежедневно мы с вами слышимся, но если вдруг какие-то выходы из графика, то все это будет описано в группе ВКонтакте, и не забывайте подписываться. Ну и конечно же, я еще раз дико извиняюсь, что третий матч не буду стримить, просто по таймингу мы налезли на 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 идущий матч. Давайте глянем хотя бы, что там в третьей игре было. Третья игра 25 минут всего нашла и победила Сила Света. Тим Секретер разорвали у нас Вичи Гейминг. Молодцы. Клокверк, Бристлбек, все тут просто умнички, а Висп 0-4. Короче говоря, услышимся мы с вами очень скоро. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Ну и конечно же, наша группа ВКонтакте, плюс наш канал на Ютубе. Я был рад сегодня для вас работать. Готовим очень интересный проект. В ближайшее время вам анонсируем. Ну и услышимся уже немного попозже. Перед выходом нажали все подписаться. Жму руку каждому, передаю приветы. Все. Это была студия Игрокам ТВ. Меньше играйте в Доту, больше читайте книг. До скорой связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok